Бытие, глава сорок четвертая Которая, — сказал он, — утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, — ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли это чаша, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней, худо это вы сделали. Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, — для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли хананской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? — У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему. Он сказал, — Хорошо. Как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начиная со старшего, и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениамина. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им, — Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Иуда сказал, — Что нам сказать господину нашему? Что говори, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф сказал, — Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. И подошел Иуда к нему и сказал, — Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то тот умрет. Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Но когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш, пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его доныне. Если и этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, вы сведете седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину, раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока, отцу моему сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими, ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего.